МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. И всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Травмы на производстве. Состояние дел в области рассмотрели на заседании обл. исполкома. Большой педсовет. Перспективы развития региональной сферы образования обсудили в Гомеле. Черное золото. В регионе продолжаются поиски нефти. Нашествие жуков-караедов. От вредителей в этом году пострадали и гомельские леса. Краски Полесья. В Лельческом районе прошел художественный пленэр. Какой была неделя из жизни Гомельской области, расскажем в ближайшие 26 минут. Состояние производственного травматизма на предприятиях региона на этой неделе проанализировали на заседании обл. исполкома. И хотя по сравнению с другими областями у нас ситуация самая благоприятная, останавливаться только на достигнутых успехах не стали. Статистика. Пять погибших и более 30 тяжело травмированных заставляет принимать дополнительные меры. Анализ причин производственного травматизма свидетельствует. В течение последних лет они не меняются. Низкий уровень трудовой дисциплины и недостаточная профилактическая работа по борьбе с пьянством. Употреблять алкоголь стали гораздо меньше. Но полностью такие случаи не исключены. Наиболее показательный случай зарегистрирован в одном из предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Этот случай произошел с плотником ЖКХ. Ну и самое отягощающее, что этот случай произошел в пьяном виде. То есть алкоголь 3,3 промилля. Профилактическая работа на Гомельщине активизировалась, и это приносит положительные результаты. С начала года только семинаров по вопросам охраны труда прошло около 400 тысяч. Причем это уже не прежние заседания ради отчетности, а в подавляющем большинстве откровенный разговор о реальной ситуации на предприятиях и способах исправления недостатков. В агропромышленном комплексе, например, провели несколько месячников безопасности труда. Как результат, количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями сократилось в области в 2,5 раза. Полевые работы в этом году находятся на постоянном контроле. Сейчас на Гомельщине практически завершена уборка зерновых и начинается заготовка кормов. Убирать есть что. Главное сделать это максимально безопасно для работников. Если в целом в прошлом году урожайность была порядка 150-180 сантиметров в гектаре, сегодня мы уже видим 250-260 сантиметров. То есть урожайность в разы выше. К другим новостям недели. В Беларуси продолжаются поиски черного золота. На этой неделе процесс сейсморазведки нефтяники показали журналистам во время пресс-тура. Подробнее об этом и других событиях в обзоре корреспондентов Службы новостей. Специалисты Беларусьнефти в этом году проводят рекордный за последнее десятилетие объем сейсморазведки на территории почти 300 квадратных километров. Работы начались в марте. И главная цель – построить трехмерную модель недр, которая позволит с высокой точностью ответить на главный вопрос – есть ли здесь нефть. В этом году нефтяники рассчитывают получить в нашей стране более миллиона тонн нефти. Представитель таможенного комитета Республики Беларусь Юрий Синько посетил открытое акционерное общество «Гомельстройматериалы». Цель визита – ознакомиться с предприятием, которое активно экспортирует продукцию и импортирует сырье для производства. Также состоялась встреча с трудовым коллективом. Работники получили ответы на вопросы, касающиеся оформления таможенных деклараций и перемещения товаров через границу. Руководство Нанкинского университета науки и технологий провинции Цианзу Китайской Народной Республики и Гомельского государственного университета имени Франциска Скарины обсудили этапы открытия Института Конфуция. Соглашение о создании на базе Гомельского вуза было подписано в прошлом году. Гомельские и китайские коллеги определили направление преподавательской и научной деятельности. Открытие Института запланировано на ноябрь этого года. Спасение утопающих с глубины 4 метра, эвакуация пострадавших с альдины и оказание первой помощи. В Жобинском районе прошли международные соревнования среди спасателей пловцов и спасателей водолазов. В них приняли участие семь сильнейших команд – областных и Минского городского управления МЧС, а также команды республиканского отряда специального назначения МЧС, освода и государственной пожарно-спасательной службы Латвии. По итогам двух дней командное первенство в двух видах у республиканского отряда специального назначения. На этой неделе в Гомеле говорили о путях совершенствования региональной системы образования. Здесь прошла педагогическая конференция, на которую пригласили около тысячи педагогов со всех районов области. Несмотря на традиционность этого мероприятия, в этом году его можно назвать особенным. Гомельская конференция прошла буквально на следующий день после республиканского совещания с участием президента страны. На школьных столах аккуратные стопки новых учебников, а сами классы блистают чистотой и еще пахнут свежей краской. Паспорта готовности к новому учебному году учреждения образования Гомельской области получили задолго до начала занятий. Впрочем, только ремонтами в школах не ограничились. В 51-й Гомельской гимназии презентовали опорный конспект – уникальное пособие, разработанное учителем-методистом Ириной Прокопенко. После почти четырех лет апробации в стенах гимназии его предложили для использования и в других школах города. Кроме того, в этом году часть предметов будет изучаться уже по новым учебникам. Учителя говорят, что они лучше прежних, но при этом подчеркивают – без профессионального учителя любой учебник будет малоэффективен. Мы все равно так или иначе будем сталкиваться с вопросом, как работать с учебником. Стали учебники легче или сложнее? Ну, сложно сказать в рамках одного предмета. Что-то мы берем из учебников, что-то делаем по-своему. Мне кажется, что на сегодняшний день, при сегодняшнем количестве информации, доступной информации, можно совершенно не задумываться над тем, насколько служим учебник. В общем, работать можно с чем угодно. Повышению качества образования в этом году особое внимание. По сути, это главная задача, поставленная на республиканском совещании с участием президента. Уровень знаний, получаемый в 51-й Гомельской гимназии, позволяет поступать в любые вузы страны и получать самые престижные специальности. И такая цифра. Из 10 медалей, завоеванных школьниками Гомельской области в прошлом учебном году на международных конкурсах и олимпиадах, 8 на счету этой гимназии. Причем здесь твердо уверенные для того, чтобы подготовить даже не медалиста, а просто хорошего ученика, заниматься с ним необходимо с младших классов. Надо начинать подготовку с 5-го класса, причем начинать не на дополнительных занятиях, а именно на уроках. То есть каждый урок должен быть направлен на то, чтобы ребенок получал какие-то новые знания и углублялся. Во время работы областной педагогической конференции повышению качества образования особое внимание, тем более что резервы есть. По итогам проведения последнего централизованного тестирования Гомельская область впервые заняла первое место. Однако в ряде районов результаты далеки от идеала. При этом в Министерстве образования не считают необходимым форсировать переход на пятибальную систему образования. Качественное знание или есть, или их нет. Мы еще не дошли до той критической какой-то точки, после которой надо изменять решения, принятые ранее. То, что касается начала учебных занятий, ничего не менялось с анпинок многие годы. Рекомендуется начало 9 часов. В то же время мы понимаем, в тех школах, где две смены, где особые какие-то условия, безусловно, начинать придется раньше. Это определяет каждая конкретная школа. Среди озвученных приоритетов на этот учебный год трудовое обучение. В настоящее время подготовлено решение областполкома о получении профессионального образования школьниками по субботам. Особенно актуально это для учащихся из сельской местности, где каждый выпускник должен иметь возможность получения таких востребованных специальностей, как водитель и тракторист. Еще одна тема для обсуждения – укрепление здоровья школьников. Сегодня только около трети из них считаются здоровыми, а каждый четвертый имеет еще и проблемы с лишним весом. И, пожалуй, не менее важный для системы образования кадровый вопрос. Решать его планируется в том числе и через профориентационную работу с учащимися. И нас радует то, что количество педагогических классов увеличивается, интерес среди ребят при поступлении на педагогические специальности увеличивается. И результаты этого года говорят о том, что количество медалистов увеличивается в плане выбора педагогических специальностей. Для нас это очень значимо и очень актуально. Если будет хороший, крепкий студент, это в будущем хороший учитель, хороший преподаватель средних специальных учебных заведений, высших учебных заведений, обладающий большим объемом знаний и умеющий передавать эти знания подрастающим поколениям. Олег Синтеров, Анна Ковалева, Валерий Капанько. Новости недели. К 1 сентября на Гомельщине должны быть ликвидированы основные очаги распространения караеда. В результате длительных засушливых периодов, понижения уровня грунтовых вод и как следствие ослабления деревьев, только в этом году он уже поразил почти 7 тысяч гектаров леса. Хотя это еще не значит, что проблема будет окончательно решена. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Караед Вершинный и Караед Шестизубчатый – два вредителя, заставившие Министерство лесного хозяйства принимать срочные меры по спасению лесных насаждений. Эти насекомые в наших лесах были и раньше, однако такой активности не проявляли. Вершинный Караед и Шестизубчатый Караед практически все время жили в наших лесах. И они достаточно в таких небольших количествах перерабатывали сухостойную древесину, помогали в процессе утилизации и разложения этой древесины, увеличению, можно сказать, плодородия почвы. Своим рыжим цветом эти деревья напоминают леса, которые были возле Чернобыльской атомной станции после аварии. Но на этот раз радиация здесь ни при чем. Ослабленное дерево Караеды могут уничтожить примерно за сутки. Мы видим деревья, поврежденные вершинным Караедом, которые уже отработанные. И на каждом стволе практически находится 5-6 тысяч штук маленьких этих экземпляров. Ни химических, ни биологических методов борьбы с Караедами нет. Дело в том, что они обитают под корой, а поэтому внешняя обработка препаратами неэффективна. Единственный выход – вырубка поврежденных деревьев и сжигание отходов. Хотя здесь тоже есть свои ограничения. За сушливый период костры в лесах под категорическим запретом. На сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что сплошные санитарные рубки мы проводим на площади более 7 тысяч гектаров. С начала года это имеется в виду, что мы провели эти площади. Но других вариантов борьбы с этими родителями на сегодняшний день в мире не существует. Эта работа проводилась здесь, если братья Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Украина, Польша. И я должен отметить, что размножение очень большое в герметрической прогрессии. Шестизубчатый короед, если самка откладывает до 50 яиц. По оценкам специалистов лесного хозяйства, при благоприятных условиях поврежденные деревья могли бы расти еще около 50 лет. Однако и в создавшейся ситуации часть древесины все-таки можно спасти и даже поставить на экспорт. Главное – не упустить время. Сухостойные деревья, которые уже не годятся для переработки, идут для щепы. Переработку щепы отправляются для топливных организаций. Ну и еще есть комлевая часть, которая еще более-менее живая. Она идет переработку где-то на цеха и отправляется где-то на экспорт или к секс-стерьем, или на наши внутренние брюнки. В связи с большим объемом работ по вырубке поврежденного короедами леса в Гомельском государственном лесохозяйственном объединении обратились ко всем предпринимателям и жителям населенных пунктов. По согласованию с лесхозами можно заготовить из пораженных насаждений дрова для собственных нужд. Еще в прошлом году Совет Министров утвердил соответствующие цены за каждый кубометр. Стоимость деловой древесины на корню составляет 10 рублей белорусских. Стоимость леса для самозаготовки дров составляет 10 копеек. В Институте леса Национальной Академии Наук о лесных вредителях знают все. Тем более, что установленное здесь оборудование позволяет проводить исследования на генетическом уровне. Хотя речь идет не только о возможных методах уменьшения количества короедов. Учитывая климатические особенности последних лет, возможно придется пересмотреть саму технологию лесонасаждений. Что позволит, если не исключить случаи массовой гибели лесов в дальнейшем, то по крайней мере минимизировать последствия. Надо как-то будет создавать смешанные насаждения, но это уже надо продумать. Потому что создание новых лесов на этих землях, это тоже уже должно быть оценивано с принципа новых подходов, изменяющих условия климата. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерий Копанько. Новости недели. Новости недели Вы смотрите Новости недели. Мы говорим о главных событиях, уходящих 7 дней. И сейчас вашему вниманию короткий обзор от службы информации. До конца года в Костюковке будет проложен новый водопровод и построена насосная станция. Это позволит обеспечить местных жителей чистой водой. Также в планах увеличение количества торговых объектов и продолжение работ по благоустройству. Такая информация была озвучена в ходе встречи главы администрации железнодорожного района Виталия Уткина и депутата палаты представителей Ивана Коржа с местными жителями. Перспективы сотрудничества в сфере популяризации правовой культуры обсудили представители областной нотариальной палаты и средств массовой информации региона. Сегодня на Гомельщине работают 127 юристов, ежегодно осуществляющих до 200 тысяч нотариальных операций. Однако только выполнением профессиональных обязанностей их деятельность не ограничивается. Участники круглого стола обсудили возможности проведения бесплатных консультаций через СМИ и пути повышения правовой культуры жителей региона. По словам нотариусов, они готовы предоставлять любую информацию, за исключением персональных данных клиентов. Гомель Обл. Автотранс поможет строить областную детскую больницу. 5% выручки от международных перевозок будет направляться на возведение объекта. Акция «Добрый билет» стартует 1 сентября. Благотворительное мероприятие будет организовано в течение месяца. Ближний свет фар теперь необходимо включать даже днем. В Беларуси стартовала акция «Внимание, дети». Она направлена на предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних. За 7 месяцев в области произошло 23 аварии с участием детей. Автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов и возле учебных заведений. Комплекс мероприятий продлится до 5 сентября. Лето. Пора, когда хочется больше времени посвятить отдыху и развлечениям. Но только те, кто отвечает за охрану жизни людей, знают цену беспечным летним забавам. Как не пополнить печальную статистику несчастных случаев на воде? И почему моменты радости оборачиваются большой бедой? Подробности в сюжете Анны Корольчук. На этой неделе жара в регионе спала и количество отдыхающих у воды уменьшилось. Однако купальный сезон продолжается и спасатели не теряют бдительности. Ведь до сих пор есть достаточно людей, которые нарушают правила безопасности. И при этом абсолютно уверены, что с ними в воде ничего не случится. В начале нулевых в Гомельской области за год регистрировалось до 400 случаев гибели людей на водах. Сегодня этот показатель ниже в 10 раз. Последние 9 лет количество случаев трагедии на воде было минимальным в республике. В 2015 году утонуло 40 человек. В 2016-м – 27. С начала этого года, по данным областной организации «Освод», уже утонул 31 человек. Среди них один несовершеннолетний. Несчастные случаи произошли при следующих обстоятельствах. При купании около 70%, при падении в воду, при рыбной ловле и также при эксплуатации водных транспортных средств. Половина несчастных случаев произошла в августе этого года. На водоемах области спасено 29 человек, из них 8 несовершеннолетних. Предупреждено 2400 несчастных случаев, из них 735 с несовершеннолетними. Предупредить трагедию удается не всегда. Так, в Будокошелевском районе супруги с тремя детьми приехали отдохнуть на берегу Днепра. Женщина оступилась и попала в яму. Двое детей трех и четырех лет оказались с ней в воде. На крики помощи прибежали отдыхающие рядом мужчины, которые достали из воды и привели в чувство детей. Женщина погибла. Считается, что главная причина несчастных случаев – это купание в нетрезвом виде. Однако это не всегда так. Чаще виной всему – беспечность и излишняя уверенность в себе. Вследствие этого – купание в запрещенных и непроверенных местах. Все несчастные случаи произошли именно там и ни одного на официальных пляжах. В запрещенных местах для купания не обследовано дно. Это первое. Второе. Под водой могут находиться корчи, могут находиться полузатопленные бревна, может быть неровное дно, оно может быть обрывистым, длинистым, значит, может быть находиться очень много ям. То есть, может человек идти по песку и тут же резкий обрыв и яма. Помимо этого, самое главное, что в этих местах нет спасателей. Людей, которые профессионально обучены спасать людей. При этом профессиональные спасатели в зонах отдыха нужны не только для того, чтобы достать человека из воды, но и реанимировать. Так, в одном из несчастных случаев отдыхающие достали тонущую женщину из реки Сож и попытались оказать первую помощь. Из-за неправильных действий спасти ее не удалось. Кроме охраны официальных пляжей, работники освода регулярно патрулируют водные окрестности всех районов области. Больше всего замечаний получают несовершеннолетние, которые купаются без присмотра взрослых. Особенно большие компании-любители экстрима. Трамплины, тарзанки и старые баржи. Небольшой список любимых аттракционов. О том, что они смертельно опасны, мало кто задумывается. Тем более, когда родителей нет рядом. В последние годы, особенно у детей, про взрослых я уже не говорю, особенно у детей почему-то исчезает инстинкт вот этот вот самосохранения. Но, к сожалению, это не игра. И жизнь всего один раз. Плюс, почему-то молодежь считает, что чем больше они будут друг перед другом, экстремально они будут что-то делать, тем они будут пользоваться большим авторитетом, большей значимостью. Единственный случай утопления ребенка в этом году произошел в Жлобинском районе. Дети купались в мелиоративном канале без присмотра взрослых. И 8-летний мальчик ушел под воду. Его вытащили другие дети. Однако медицинские работники, вызванные на место, уже не смогли помочь ребенку. Отдельное внимание любителям прогулок на лодках, катерах и других маломерных судах. В состоянии опьянения, либо без навыков вождения, они не только падали с лодок и тонули, но и совершали водное транспортное происшествие с участием других судов и даже просто купающихся. На сегодняшний момент одно, наверное, единственное несоблюдение правил – это отсутствие спасательного жилета, которое влечет смертельный исход практически в стопроцентных случаев. То, что в каком по состоянии человек не находился, даже если он будет в нетрезвом состоянии, но на нем будет спасательный жилет, он будет спасен, кажется, он останется на воде, он не погибнет. Как говорят у нас водолазы-осводовцы, еще ни одного утопленника в спасательном жилете они не достали. Когда купальный сезон подходит к концу, в зоне повышенного риска остаются рыбаки, особенно браконьеры. Они выходят на воду на самодельных лодках, совершают вылазки ночью в одиночку, не заботясь о личной безопасности. А ведь все правила поведения на воде продиктованы чьей-то гибелью. Рядом с водоемами даже устанавливаются специальные стенды с информацией о несчастных случаях, которые произошли в этих местах, но и это не помогает. Такие таблички устанавливаются постоянно, к сожалению, только срок их действия небольшой, потому что находятся те люди, которые считают необходимым их сломать и уничтожить, даже в таком сильном исполнении железном. Наверное, прежде всего это те люди, которые не хотят, чтобы было подтверждение о том, что они купаются в тех местах, где купание запрещено. Анна Корольчук, Игорь Морищенко, Новости недели. А теперь расскажем о наиболее значимых культурных событиях региона. Уходящая неделя была знаменована рядом ярких концертных программ. В областной универсальной библиотеке имени Ленина выступил талантливый гомельский исполнитель, лауреат и дипломант многих международных конкурсов Владислав Халько. Он подарил слушателям преимущественно романтические композиции о любви. А во дворце Румянцевых и Паскевичей тем временем звучала музыка всемирно известного композитора Фредерика Шопена. Вальсы, мазурки, ноктюрные тюды и баллады в исполнении талантливой белорусской пианистки Татьяны Старченко позволили слушателям окунуться в мир прекрасных мелодий, тонких чувств и переживаний. Об этом более подробно расскажет наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина. Гомельская областная универсальная библиотека имени Ленина уже давно перестала быть только храмом литературы. Сегодня это востребованная площадка для проведения различных творческих конкурсов, проектов и интересных встреч. Так, на протяжении нескольких месяцев ценителей высокого искусства здесь объединяла серия летних концертов «Сиреневые вечера». Яркой финальной точкой этого масштабного музыкального проекта стало выступление талантливого молодого гомельского исполнителя Владислава Халько. Он выпускник колледжа искусств имени Соколовского, сейчас продолжает профессиональное образование в столице, свою творческую карьеру органично сочетая с преподавательской деятельностью. Владислав Халько является лауреатом и дипломантом многочисленных международных конкурсов в Беларуси, России, Болгарии и Польше. Одно из последних достижений – успешное выступление на престижном международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Пироговский рассвет-2017». Во время своего сольного концерта в Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина Владислав Халько дарил слушателям преимущественно мелодичные песни о любви. А во Дворце Румянцевых и Паскевичей выступила известная белорусская пианистка Татьяна Старченко. Она дала концерт на исходе лета, в котором прозвучали музыкальные произведения великого польского композитора Фредерика Шопена. Татьяна Старченко не только талантливая пианистка. Она – автор масштабного творческого проекта «Музыкальная гостиная». Более 15 лет назад он был запущен в Белгосфилармонии с целью исполнения классической музыки в как можно более камерной атмосфере. Программы вечеров всегда разнообразны и изысканы. В музыкальную гостиную приглашаются выдающиеся белорусские и зарубежные вокалисты и инструменталисты. С аншлагом проходят и все сольные выступления Татьяны Старченко. На уходящей неделе в ее исполнении в Белой гостиной Дворца Румянцевых и Паскевичей звучала музыка всемирно известного композитора Фредерика Шопена. Вальсы, мазурки, ноктюрные тюды и баллады позволили слушателям окунуться в мир прекрасных мелодий, тонких чувств и переживаний. Передать красоту родного края через собственное видение и настроение. В Лельческом районе состоялся открытый областной пленэр «Краски Полесья». В едином творческом полете он объединил 13 живописцев. Это педагоги школ искусств и преподаватели художественных колледжей. На творческом форуме длиною в 9 дней они создавали красочные экспрессивные тюды. Живописное озеро в обрамлении камышей, кувшинки, которые скрывают и в то же время украшают часть водной глади. Величественно возвышающиеся вековые деревья и солнечный свет, который пытается прорваться сквозь них, создавая контраст красок и игру теней. Сама нетронутая природа Лельческого района завораживала и вдохновляла художников, давая им силы и энергию для творчества. Следующая неделя обещает быть не менее яркой и запоминающейся. В Гомельском районе состоится фестиваль семьи. В живописном уголке поселка Чонки будут организованы тематические площадки-поляны для размеренного и активного отдыха. Гостей праздника ждет много веселья, вкусной еды и хорошего настроения. А тем временем в Светлогорске историко-краеведческий музей всех желающих приглашает на выставку восковых фигур, звезды кино и шоу-бизнеса. Оригинальный экспозиционный проект из Санкт-Петербурга без сомнения впечатлит и детей, и взрослых. И на этом все. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Это были итоги минувших 7 дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова